Не, ну это, конечно, полное говно. Вот именно вот это то, что боятся меня, вот именно, грубо говоря. Не кажется, вы были самой яркой парой с Эль? Она ждет ребенка от меня. Нравились всегда такие неординарные, харизматичные, которые не боятся, смелые люди, да? Что случилось? Ну, давай, давай, давай. Заканчивайся. Да, ребят, на самом деле, да, я вам скажу так, что если ты будешь танцевать то, что делают все, ты никому как бы не интересен будешь. И мы просто приняли решение, лучше, проще переехать в какую-нибудь недорогую европейскую страну. Proper 12. Человек, который в 6 лет потерял две пуговицы от рубашки и до сих пор не нашел их. Человек, на которого ориентируется сам МакГрегор. У нас в гостях... Аббер! Всем привет! Спасибо, что пришел, Аббер. Спасибо, что пригласили. Да, это были очень легкие переговоры. Типа, го-го, блин, такой, блин, свой чувак не сработал. Да, спасибо тебе большое. Я, по-моему, он сам тебя попросил. О, даже так? Да, он сам попросил. Да, я узнал, что ты делаешь в подкасте, я сказал, блин, у меня мечта, чтобы мне кто-то записал интервью, тебе надо успеть пока еще... Так, Аббер, очень много слухов ходит про тебя, которым людям интересно знать и так далее. Вот для начала расскажи про себя, каким ты был ребенком, вот это все вкратце. Про свое детство. Да, и как ты пришел на танцы. Итак, каким я был ребенком в плане карьеры танцевальной? Вообще, в принципе, просто про свое детство. Ты такой родился, я буду танцевать. Да, 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 я создал. Если так посмотреть, практически, да, наверное, я родился уже артистичным ребенком с самого детства. Я очень любил петь, очень любил танцевать. Меня привлекало все, что на телевизоре. Я всегда с Упоедем смотрел все концерты. Самое любимое было это смотреть видеоклипы и концерты. Буквально там уже с 4-5 лет я брал в руки какие-то импровизированные игрушки в виде микрофона. Насколько я помню, что даже больше я, наверное, петь любил, чем, ну, именно танцевать. Я любил петь и подражать там разным артистам. То время там, когда Киркоровы, там, Меладзе, все вот эти вот союзы, кто помнит на кассетах. Еще у нас были много музыкальных этих клипов. Я прям обожал, брал игрушку и пел, подпевал там, что-то там плясал и так далее. В принципе, ну, в детстве я был очень активным, жизнерадостным, позитивным ребенком. Ну, как и многие, наверное, ничего такого особенного не было. К творчеству, собственно, я приблизился где-то к 7 годам. Мой танцевальный путь начался с 7 лет. Вот. А вру, чуть-чуть даже раньше, не танцевальный путь, я вам скажу. Первая секция, куда меня записали, ни за что не поверите. Бальный танц? Нет. Бокс. Это около, да, это около танцев, но первая секция, куда меня записали, это было фигурное катание. Офигеть. Я где-то практически, может быть, год-полтора занимался фигурным катанием. Прикольно. Вот теперь ты приехал сюда, познакомился социальным танцем и так далее, и ты преподавал? Да, я преподавать начал буквально, можно сказать, практически через год после того, как я начал ходить на вечеринки. Я постепенно, потихоньку, потихоньку, у себя же в студии, где я работал, преподавал балент танцем, я там начал потихоньку внедрять и пробовать. Я, знаешь, даже я начал преподавать не с целью, чтобы, типа, преподавать, мне просто хотелось самому научиться. И я чуть ли не, знаешь, просто хотел вот эти все движения, я вот со своими ученицами, которых я обучал, я так в конце занятия, там минут 10-15, говорю, дай попробуем вот бачата есть, такой танец, типа, я вот сейчас саму разучиваю и хочу попробовать. Мне нужна была просто практика с партнершей. Я со своими же ученицами, которых я учил вальсировать, я с ними пробовал вот эти какие-то связки, трюки делать. И вот с каждым разом мне все больше нравилось, потом, когда я уже что-то научился, что-то понял, уже там новые клиенты ко мне приходили, я такой вот, что хотите изучать, типа, вот могу вальс, могу учить, могу бачату. И, в общем, начал потихоньку вот так вот, а еще, знаешь, я практически подпольно обучил этой бачате, потому что у нас вот эта студия танцевальная, там директор, ну, это чисто как бы бальная студия, там бальные танцы были, там хип-хоп тоже был, но там вот эти социальные танцы, мой типа директор, который был, он их как бы не особо приветствовал, да, и он как-то раз заглянул в зал и видит, я там какую-то бачату танцую, я должен вальс учить. Он меня там отчитал, что это за фигню ты там танцешь, типа, давай учи их там нормально, я вот так вот втихаря, там, пару учениц, короче, а девчонкам всем нравилась эта бачата, они не хотели эти вальсы, им скучно было, вот эта бачата, все, и привлекала тогда, я вот так потихоньку-потихоньку их учил. И, грубо говоря, когда я уже начал профессионально, уже прям вот вступил на этот путь, я познакомился тогда с девушкой Аима Би, ну, наверняка, вы знаете, да, мы с ней вот познакомились на вечеринке, начали вместе там танцевать и так далее, и вот как-то с ней договорились, вместе там встречаться и практиковать, учить вот эти движения. И мы можем сказать, как вы танцевальный дуэт такой некий, неофициальный вначале образовали, просто договаривались вместе ходить на пати и вместе танцевать и вот эти все движухи делать. И потом, впоследствии, так получилось, что я уже вот с этой студии уволился, ну, я уже там что, устал работать, надоел и так далее, и решил переключиться уже полностью вот на социальный танцы, тем более мне там не разрешали их преподавать, и мы с Аим тогда вот свою первую студию, можно сказать, открыли. Ну, не то, что мы открыли, а у нее уже на тот момент, она, можно сказать, открыла там уже свою студию, я уже вместе с ней как партнер, типа, и вот мы вместе начали, первая карьера уже как преподавателя у нас вот в Аим Ами началась. И где-то вот она год, чуть больше года, наверное, продлилась, и потом мы уже с ней, каждый своим путем пошел, и дальше я уже потом уже открыл свою собственную, типа, школу. Получается, вы с ним были в отношениях или просто как пара? Да, в отношениях мы, твое дело. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, многие, да, помнят, да, кто еще там старая школа нас знает, мы вместе, да, тоже встречали, были отношения. Я потому что у меня в голове тоже есть, что с кем-то у тебя были отношения, с кем-то ярким, типа, преподаватель, и вот ты начал говорить, я такой думаю, спрошу. Ну, потом, да, говорю, у нас просто пути разошлись, она дальше уже сама свою карьеру вела, я свою, и вот тогда, когда уже, собственно, я сам открыл свою студию, я начал уже там группы, все как положено, набирать группу, групповую, индивидуальную, так, группы я всегда раньше вел. Я буквально перестал их вести, наверное, ну, год-то полтора назад. Вот с чем это связано? Ух, тоже такой интересный момент. Ну, в целом, знаешь, я человек очень такой творческий, ну, такой, знаешь, у меня где-то с моим характером и так далее. Просто в какой-то момент я пришел к тому, что я устал от того, что тяжело вести группы, именно знаешь, в каком плане. Ну, я думаю, каждый преподаватель меня поймет, это, опять-таки, всегда проблемы с этими наборами, проблемы с балансом в целом. То, что ты набираешь группу, к тебе приходят там 10 девочек, 3 мальчика, и, типа, девочки по одному, как-то потом эти мальчики уходят через месяц-два, у тебя остаются одни девочки. А ты людям обещаешь парные группы, а пар нифига нету. И вот постоянно вот через это ты проходишь. И просто в какой-то момент я уже, не знаю, устал от этого. Ну-ка, попробую. Просто я решил вначале попробовать. Давай попробую без групп. Не прокатить, что-нибудь придумываю. И оно как-то у меня пошло-пошло. И, в принципе, я уже потом себя зарекомендовал как индивидуальный тренер. Просто, видишь, еще я объясню такой момент. Для того, чтобы успешно вести группы, ну, в целом, как я наблюдаю, я просто всегда был таким, что у меня всегда страдала именно вот эта социальная часть. Потому что, помимо того, что ты учишь людей танцевать, немаловажно, что люди в большинстве случаев приходят вообще не за танцами. И, видишь, это я как бы тоже не сразу понимал. У меня всегда было такое, я же сам профессиональный танцор, я сам танцую, развиваюсь. И мне казалось, что все, кто приходят, они так же, как и я должны вот учить вот это все. Я прям такой, вот, учите там, всех там, короче, гонял, обучал. Но я потом в целом начинал понимать, что людям реально танцы не на первом месте. Первое это вот это комьюнити, общение, там кто-то пришел там любовь свою найти, кому-то общения не хватает, кто-то хочет какую-то уверенность в себе раскрыть. И для этого тебе нужно, видишь, объединять это комьюнити, сплочать их. То есть вы создаете команду, вы там вместе ходите на вечеринки, у вас какие-то там корпоративы, вы там дни рождения людей отмечаете. Ну, то есть вот это все. А вот этой частью я не занимался, она всегда страдала, потому что, знаешь, ну, типа я, мне это было не нужно. Но я такой, блин, вы взрослые люди, вы сюда приходите учиться танцевать, хотите погулять, у вас есть свои друзья, идите в бар там гулять. Я же не папочка ваш. Тем более, знаешь, когда к тебе взрослые люди приходят, кто старше тебя, там, кому-то по 35, по 30 лет, и ты должен их за ручки вот так вот водить в кино, в горы, а то они не будут ходить, понимаешь. Ну, типа для меня это всегда было так странно, я говорю, вы что сюда в кино приходите ходить? И получается, вот даже ко мне придет какой-то народ, я такой их учу, учу, им вроде нравится, а потом они такие, знаешь, уже когда вливаются, смотрят, те там гуляют, те там вместе со столом. А я такой, знаешь, даже, вот вечеринки, вот вам расписание, идите танцуйте, ну, то есть я там не всегда с ними ходил, даже если мы вместе ходили, я такой больше сам по себе ходил, танцевал там, ну, там, и с ними, и с другими, ну, не было такого, что вот мы банда, мы там мафия, сидимся вместе. Короче, здесь каждый сам по себе. И вот отчасти из-за этого тоже, видишь, у меня не получилось сформировать какие-то вот эти вот комьюнити и группы, потому что я, ну, на другом был зациклен. Ну, в данный момент, мне кажется, это важно, да, потому что люди приходят за эмоциями, за этими. Конечно, конечно. Даже сейчас уже, да, даже все равно вроде как, типа, да, групповые это более такое социальное, а уже индивидуальные, кто хочет там уже развиваться, они берут индивидуальные. Но даже уже сейчас в своих индивидуальных занятиях я очень много, помимо обучения танцам, все равно вот этого сошло, так или иначе, ты уже учишься этого и понимаешь, что все равно человеку надо много чего и другого давать. В целом, какую-то психологию, да, где-то его раскрывать, да, где-то его там подбодрить, там, поговорить о жизни иногда, там, спросить, как у него дела, как работа, послушать его, дать ему выговориться. Очень много таких моментов, которые ты уже все равно с опытом начинаешь понимать, почему люди вообще остаются и так далее, вот. Вот. Но твой стиль имеется, выделяется среди всех бача-терресов, вот как ты пришел к этому? Это очень долгий путь, очень-очень долгий путь. И я вам скажу так, что буквально, наверное, за последний, может быть, только год-два я обрел, ну сейчас я уже начинаю понимать, что я обрел себя в танцах, вот только сейчас. Потому что мой путь был очень в этом плане сложный, в плане вот это познание своего тела, переломать себя, сломать, забыть все прошлое, понимаешь, и уже танцевать, как бача-терра. Потому что я наблюдал, что там совсем абсолютно другая тень. Это в целом, я же говорю, я наблюдаю, что многие танцоры, которые с каким-то бэкграундом приходят в новый вид танца, они часто оставляют этот бэкграунд с собой и просто там учат шаги, но при этом виден их бэкграунд. Ну видишь, а мне вот это наоборот как бы не нравилось, я вот наблюдая за вот этими всеми профессиональными там звездами и так далее, я вот именно хотел, я видел в них именно вот это, ну бачатность как таковую, видишь, у них не было, что они там какие-то балероны или хип-хоперы. Да, где-то они это что-то вставляют, но в целом общая механика движения у них именно была вот эта латинская бачатная. И я всегда хотел ее обрести, потому что я поначалу тоже у меня были проблемы с телом, что те вещи, которые я, блин, 13 лет танцевал, эти прямые ноги, вот эти осанки, вот это все, оно все равно тяжело от этого. И мне, говорю, приходилось очень много себя промоломать, но здесь такой момент, я и говорю, когда я смотрю на танцора, даже если он профессионал там танцует, но я прям виден его бэкграунд, меня это не цепляет. Ну то есть меня цепляют танцоры, которые прям танцуют аутентичность, оригинальность этого танца, понимаешь, да, передают его смысл, его филинг. А так ты смотришь, что человек такой, ну он бальник, он танцует бальник, бальник танцы, шагами бачаты, или он танцует хип-хоп шагами бачаты. То есть я не могу его назвать бачата эра там и так далее. И у меня получается вообще в принципе мой путь начался, можно сказать, что с подражания, но я думаю многие через это проходят. Я в принципе замотивировался видео Даниэль Дизере, ну все знают эту пару. Это пара, которая меня собственно замотивировала заниматься этим профессионально благодаря им, потому что даже я и атаку видел, но как-то атака, и вот танец меня-то как-то не цеплял. Я просто у него брал какие-то движения, ну они были на тот момент тоже очень популярны, благодаря их вот этим всем видео, которые все помнят, там вот эти они танцевали, как назвали, этот лысый мужик и кудрявая девушка. Ну типа помнишь того видео, да. И получается у него Даниэль Дизеря, у него такой был дерзкий стиль, он такой еще тогда в кепке, такое что-то хоповское было, и он такой как-то двигался так мужественно, ну как-то мне нравилось. И можно сказать, что я вот смотря их видео, начал вот их движения брать, вот эту стилистику, и поначалу, наверное, первые вот сколько, 3-4 года своей карьеры, я практически вот полностью учился по ним. Если можно сказать, что кто мой учитель, заочно я бы назвал их, ну потому что я полностью учился по их видео, даже какие-то онлайн-классы где-то брал, на фестивале несколько раз ездил тоже ради них на их классах побывать. И можно сказать, что долгое время меня многие также в этом плане в сообществе, все там как второй Даниэль меня там называли и так далее, ну я проходил через это. Да, это, конечно, было, поначалу, типа, мне было пофиг, мне наоборот, я такой, знаешь, типа, вот, смотрите, я могу как он, а вы не можете, как он, да, я могу. Первая стадия. Вторая стадия уже, когда все начинают тебя, знаешь, типа, когда ты танцуешь, ты там уже ездишь на какие-то фесты, типа, тебя все уже начинают, ну типа, воспринимать не тем, кто ты есть, да, а типа все такие, о, это когда нет, это когда нет. И уже каждый раз, когда ты слышишь, оно потихоньку начинает уже как-то бесить, надоедать, и ты потом задумаешь, блин, да в натуре, типа, что я так всю жизнь, что ли, буду в тени, да, в тени какого-то танцора, надо уже что-то искать свое. И тогда тоже вот очень сложный период ты переходишь, когда действительно ты уже опять себя вбил вот это все. Я уже, знаешь, у меня такие были депрессники в какой-то момент, что я пытался какие-то другие движения абсолютно танцевать, на других танцоров смотреть, но вообще все не то. Я вот себя прям вообще не ощущал, ну типа, я не я, мне казалось, что вот то, как я танцую, как он, похоже на него, я в этом себя ощущал, ну типа, это как будто прям, я не чувствовал, что я это прям беру и копирую, и как-то искусственно это делаю. Просто у меня вот внутри это перло делать так же, возможно, потом я, знаешь, с какой-то такой другой точки зрения тоже это все анализировал, иногда бывают такие моменты, когда, знаешь, люди могут просто быть антропометрически схожи, в плане там физики, длины рук, ног, где-то телосложением, какие-то вкусы могут быть, и даже невольно, может быть, даже если бы я его и не знал вообще, возможно, я примерно так же бы и танцевал. Иногда такие моменты тоже могут быть, просто какие-то, знаешь, ну совпадения, грубо говоря. И просто я уже в какой-то момент, да, мне саму уже все это надоело, и в целом даже не только о том, что говорило общество, и в целом, когда ты долго одно и то же танцуешь, какой-то один стиль, опять-таки, как творческому человеку тебе просто в какой-то момент начинает просто надоедать уже, приедаться. Когда я уже понимаю, я делал одни и те же движения, да, одинаково там обыгрываешь эти все акценты, у тебя уже одни и те же, уже все вот эти паттерны выработались на автомате, и ты вот уже каждую вечеринку, каждое занятие, неважно, в любой момент, когда ты танцуешь, ты уже просто такой, на автомате, я делаю свою работу, уже все, вот этот огонь пропал. И тогда уже я понял, что надо что-то менять и как-то что-то искать новое вообще, новое вдохновение, новое там вообще понимание танца, философию танца, и, можно сказать, с этого момента я начал от этого уходить. Но первое, что я стал делать, я перестал вообще смотреть YouTube, я помню тогда, я же тогда постоянно, регулярно, каждый день заходил в инсту YouTube, смотрел, что новенького там вышло, какие-то новые движения, какие у них новые видео, каждый раз в поисках новых движений был, вот так вот гонялся, думал, что я, ну типа, мне надоедает движение, я новое выучу и не будет надоедать. А оказывается оно пришло к тому, что сколько бы новых движений я там не пытался учить, мне все равно кайфа уже такого нету танцевать. Я понял, что надо менять не движение добавлять, а надо вообще в целом свой подход и философию в танце менять, понимаешь, по-другому на него взглянуть. Потому что у меня и поначалу, так как я говорю, с бальных танцев это как спорт, у меня танцы, вот первые несколько лет моей карьеры, танцы были, ну я меньше думал о всякой философии, там о чем это, внутреннее ощущение. У меня было чисто все на спорте, на движениях, сделать четко это, нога четкая, рука четкая, чисто визуал, то есть моя задача была добиться того, чтобы я все идеально делал, короче вот. И уже потом, когда ты все вроде это как начинаешь делать, а внутри-то пусто, и ты уже потом только видишь какой-то момент со солнцем приходишь к тому, что надо заполнять внутренность. Внутри у меня танца нет, у меня только все просто на показуху, чтобы все видели, как я четко могу крутиться, вертеться и так далее, понимаешь, да? Вот. И потом просто я в какой-то момент просто закрыл YouTube, подписался от всех там этих танцоров, которых я смотрел. Ну и такая у меня практика, не знаю, была, я просто там приходил в зал вот так в любое время, там стоял в зале, вот так вот по танцполу ходил, знаешь, чтобы вот так часами его просто ходить и думать, что-то размышлять, включая какую-нибудь разную музыку, включая рок, какой-нибудь контемп, какую-нибудь классику, и просто пытаюсь что-то двигаться, что-то делать, ну, знаешь, вот разные методики я использовал, это вот одна из метод, которые я пытался что-то найти. Потом еще в какой-то момент я что-то вообще перестал, взял себе перерыв, я месяц там или два вообще не танцевал, что-то, ну, там занятия какие-то вел, и то сократил их максимально. Просто я решил не ходить на вечеринки, тоже как-то себя перезагрузить, что-то отвлечься, там, что-то читать, что-то какие-то фильмы смотреть. Ну и вот так, так, в общем, в общих чертах много разных практик я делал, и потихоньку потом я начал как-то вырабатывать, что-то вырабатывать. И вот сейчас я, можно сказать, что примерно пришел уже к какому-то ощущению, что я сейчас уже танцую, я себя ощущаю себя. Ну, типа, уже не то, что я от кого-то что-то взял там и так далее. Ты все равно, так или иначе, в танцах ты берешь что-то от кого-то, невозможно этого избежать. Все смотрят друг на друга, да даже, если так посмотреть, те же самые звезды, я более чем уверен, что все, даже большинство их каких-то движений, они не придумали. Все уже давно было придумано за нас, как говорят. Это как музыкальная индустрия, то же самое. Выходит какой-то хит, ты такой, о, классно, а потом знаешь, такой этот, смотришь, проанализируешь историю, что оказывается там 80-е годы, просто взял оттуда сэмпл, там переделал и сделал новый хит. Это то же самое. В творчестве очень тяжело что-то свое такое придумать. Ну, то же самое Фред Нельсон, все знают, что они добавляют танго в свой танец, а они говорят, что до нас было лет 5 назад всего, а мы просто это как-то по-своему начали делать. Согласен. И то же самое я начал повторять у Валеры, Валера, Фракизья, когда только начинал, потом Чамало, и вот так вот так, и плюс потом человек находит свой стиль. Да? Да. И как это выделяется? Просто, видишь, стиль это такая вещь, вот я тоже сейчас наблюдаю за тенденциями, за танцорами, это такая вещь, вот не у всех он есть все равно, это такая, это сложно приобрести, это какой-то врожденный должен все равно талант, чтобы действительно у тебя был вот именно, это стиль, это не наружнее вот это. Можно, знаешь, можно сделать искусственный стиль, вот очень много танцоров с искусственным стилем, это те, кто принципиально, типа, они такие, знаешь, так, это уже есть, это есть, ну-ка, и чтобы быть не похожим на других, я там буду носить широкие штаны, у всех узкие, а я одену широкие специально, или там все с бородой, а я побрею, или там все в кепках, а я буду там, не знаю, в шляпе или в каком-нибудь козырьке там условно, да, визуально, типа, одежность себя как-то отличил, уже что-то другое. И даже по движениям иногда, вот я, если брать наш Бачат Амир, вот я смотрю на некоторые, даже те же звезд, они танцуют, ну да, не как все у них, какие-то свои фишки, но они настолько искусственно выглядят, и вот у меня ощущение не то, что они как-то естественным образом приобрелись, а они вот искусственно как-то выработаны, просто чтобы отличаться от других, потому что если ты будешь танцевать то, что делают все, ты никому как бы не интересен будешь. А тут ты знаешь, там она, не знаю, в шпагат села, он ее там вот так вот в шпагате взял, вот головой покрутил, вот никто так не делает, мы делаем, и типа мы выделяемся. Но это какая-то искусственная фрейма. Именно вот эта внутренность, своя харизма, твоя подача, даже просто элементарные базовые движения ты делаешь, но именно с какой-то своей харизмой, вот это и есть стиль, понимаешь, когда вот какая-то у тебя душа-то, а не так, что искусственно. Вот все танцуют вот такими шагами, а я буду Саиду там с правой ноги делать, а все слева, и вот у меня свой стиль, никто так не делает, но это уже бред, понимаешь. И вот из-за этого, допустим, сейчас смотришь современные пары бочата, мне вообще не нравится, которые уже совсем ушли от аутентики, танцуют галимый хип-хоп или какую-то акробатику, там аэробику, там стриптиз, там что угодно, но уже просто чтобы тупо быть не как все, видишь, типа такого. Нет, а стиль, именно имидж, как ты выработал свой, в одежде, в одежде, в целом это, это то, что ты все равно берешь, это не то, что я тут что-то там съел, разрабатывал, создавал, я смотрю на людей, которые меня восхищают, да, какие-то медийные, не знаю, какие-то актеры, может быть, какие-то модели, да, любые певцы, все равно ты как-то там смотришь, подмечаешь, о, прикольные. Допустим, знаешь, как пример, вот, да, да, тоже Конно, бери там, ну да, Конно мне нравится как персону, как личность, почему нет, чувак добился успеха, такой пример вообще показывал, он меня очень сильно замотивировал, в целом, да, чувак с нуля, там, без ничего, просто своими голыми кулаками, знаете, трудом добился, и в целом его, ну, не знаю, мне вся восхищали такие личности, помимо него, там, не знаю, знаете, Эндрю Тейт, помимо него, там, нравится, не знаю, всякие такие персоны. Даже вот, первый вообще, до еще дома Грегора мне очень нравился Джордан Белфорд, знаете, такого, Волкс Уолл-стрит-фильм, это же реальный персонаж, даже вот его персонами, мне нравились всегда такие неординарные, харизматичные, которые не боятся, смелые люди, да, вот, если прочитаете биографию Джордана Белфорд, тоже чувак, который с нуля просто создал свою инвестиционную компанию, и, грубо говоря, людям воздух продавал за деньги, ну, прикинь, для этого нужно, сколько энергии вот этой внутри силы иметь, да, чтобы просто вот так вот стать миллионером. И ты даже смотришь, там, в каком-то костюме, и ты просто потом там идешь где-то в магазин, смотришь, вот, примерно такой же костюм, одеваешь, там, все, ну, прикольно, прикольно, ну, как-то так, я не знаю. У меня стили часто менялись, на самом деле, я какое-то время, там, ну, я не знаю, по-разному я одевался, я даже было время, там, и как хип-хоппер одевался, там, эти оверсайзы носил. Ну, сейчас мне нравится классика, костюмы, рубашки, возможно, через какое-то время я на что-то еще другое перейду, ну, то есть у меня это часто меняется. Я где-то что-то наблюдаю, мне это вдохновляет, я это беру, ну, и так далее. Я понял, кстати, такой лайфхак, как можно понять, что у тебя появился свой стиль, это я вот на вечеринках устраиваю в пародии шоу, если тебя люди пародируют, значит, ты чем-то выделяешься, и есть у тебя тут свой стиль. Кстати, да. Люди могут как-то скопировать. Да, да, есть за что зацепиться, какая-то характерная черта, конечно. Мне кажется, переходим к следующему вопросу, да? Это я так просто, в дополнение. Блин, так, это, неохота задавать его вопросом, так смотрит. А? Что ты хочешь? Не, не, я обдумываю просто, типа, нормально, нормально все. Не кажется, вы были самой яркой парой с Элью. Вот я только начал увлекаться бачатой, это было где-то, не знаю, полгода назад, когда только-только начал, я такой, блин, ну, прям, созданный для бачата. Что случилось? Ну, давай, давай. Заканчивай, заканчивай. Чего подводишь? Да, я вам скажу так, что ничего не случилось, все еще впереди. Сейчас, на данный момент, данный период мы решили заняться собой, она собой, я собой, где-то чему-то научиться, развить себя, но я вам так скажу, это еще не конец, все впереди. Ну, это, наверное, все, что я скажу. Да, а расскажи вообще об отношениях в танцах, ну, вообще, насколько это тяжело, тяжело ли это? Есть партнеры, например, в танцах, которые говорят, типа, пожалуйста, ты с этим не танцуй, там, я не хочу, а-на-на, а мне кажется, ты такой чувак, который, танцуй совсем, по-любому будешь в моей... Отношения, еще, я не совсем понял отношения. Отношения в танцах тяжко ли? Тяжело ли, да. В танцах быть тяжело ли? Да-да-да-да. Когда у тебя есть личные отношения, имеешь в виду с девушкой, и вы в танцах? Да. Типа отношения со своей партнершей? А-а-а. Не-не-не-не, не с партнершей. Ну, вот, вы пара. Вот как на селе, мы пара, и типа, поет отношение к ней, то, что она там танцует с другими, и так далее. Да-да-да, тяжело ли в комьюнити вообще? И как вы сейчас эти поработать, чтобы было... Да, может, какой-нибудь совет? Ну, смотри, я тебе так скажу. Если человек профессионал, то для него это абсолютно нормально. Ну, в плане, там, если вы говорите про то, танцую, там, с тем не танцую, не танцую. Ну, у меня вообще таких мыслей никогда не было. Ну, для меня это нонсенс какой-то. Мы профессионалы, это наша работа. Понимаешь, то есть, я, она ходит со всеми и танцует, я хожу со всеми и танцую. Это часть нашей работы. Мы профессионалы. То есть, я просто не был никогда в такой шкуре, что я бы, типа, там, в шкуре того, кто, типа, для кого это... Как-то ненормально ли он ревнует. Ну, не знаю, просто даже не знаю, как с этой позиции ответить. Просто я профессионал, видишь, это моя работа. Я думаю, если бы, конечно, в моем случае, если бы Эля пошла бы в какой-то ночной клуб условно, и там бы с кем-то танцевала, то для меня это было бы... Это да. Но то, что касаемо комьюнити общего, нет, конечно. Ну, типа, как еще ответить? Ну, для меня это глупо абсолютно. Ну, да, у тебя отношения именно как профессионала, да, как преподавателя, то есть, начать с работы. Ну, знаешь, даже я так, в принципе, если уже брать мою личность, меня лично, если бы даже я бы не танцевал, и моя бы девушка ходила бы на социальные танцы, и увлекалась бы и танцевала, вообще, ну, проблему, ну, типа... Я же понимаю, я бы изучил это, всю эту сферу, индустрию, как, что устроено. Понятно, ты прикинь, ты никогда эти танцы не видел, только приходишь с девушкой в бар, там все танцуют, а она бежит, кого-то парня вытягивает, давай с ним бочанку танцевать. Ты такой, а ты первый раз это видишь, я понимаю, это шел. Ну, если ты будешь понимать, о чем это, что, про что, ты подготовишь себя, поймешь, что это такое, это, почему нет, это искусство, да. У тебя есть вот какие-то темы о наболевшем? О наболевшем? Да, есть, ну, есть одна тема, в принципе, которая уже ему ссорится, ну, на протяжении, наверное, всей моей карьеры, я не знаю, ну, так уж вышло, ну, такой я человек, что всегда вокруг меня, да, какие-то происходят там, не знаю, метаморфозы, сплетни, слухи, я не знаю, ну, это, знаешь, с одной стороны, я и радуюсь этому, это классно, когда тебе говорят, да, хоть плохо, хоть хорошо, в целом, когда ты обсуждаем, это уже, значит, ты чего-то стоишь, значит, ты просто, ну, как сказать, ну, мне кажется, намного хуже, когда всем похер на тебя, и что бы ты там ни делал, ни вытворял, ну, типа, такие посмотрели, да, и пофиг вообще, ноунейм какой-то, это уже о чем-то говорит, это хорошо, но просто иногда некоторые вещи действительно до какого-то абсурда доходят, и иногда, ну, может быть, я где-то и понимаю, что я неосознанно, может, и транслирую какое-то там поведение и так далее, что людей где-то отпугивает, или у них какое-то впечатление обо мне, ну, ошибочно, на самом деле, складывается, я хочу заявить всем ребятам, я обычный простой человек, я очень простой человек, не надо меня бояться, не надо думать, что я там какой-то злой и так далее, вот топ самых распространенных, наверное, мнений обо мне, которые люди как-то доносят через слухи, но при этом лично они меня вообще не знают, не знакомы со мной, но уже заочно думают, что я такой. Первое, что я злой тренер, с чего вы это взяли? Ну, если касаемо моей работы, иногда некоторые говорят, я боюсь, я боюсь эти кабели на уроке, говорят, он там какой-то злой, что ты не знаешь, там, не знаю, палкой по голове бьет, бред какой-то, зачем? Я объясню это так, возможно, наверное, это происходит, но откуда вообще это рождается? Кому-то я показался, может быть, злым, я представляю себе это так. Вот представь себе человека, который, допустим, сходил сначала к Васе на урок, он такой, привет, как дела, о, ты классная, давай, давай, там, о, у тебя все получится, ты молодец. Окей, пошла там Коли на урок, он такой, блин, ты такая талантливая, молодец, давай, записывайся, пойдем в горы, там, то есть все, в такой позитивчик-позитивчике, уже у человека какой-то формируется мнение, что, наверное, преподаватели все вот такие, образ преподавателя, он должен быть вот такой, а-ля, эй, как дела, там все на позитив. И тут она приходит ко мне, я такой, типа, привет, ну, давай разбирать твои проблемы. Так, у тебя здесь бедро плохо работает, колени не выпрямляешься, там, то чисто по факту ты уже разбираешь, и она не слышит вот этого, эй, ты такая классная, когда в горы пойдем в горы, да, то есть, вливайся в нашу студию, мы самые крутые, там, и так далее. Видишь, уже на контрасте, я просто со своим профессиональным отношением, и, типа, помочь человеку, там, его сделать лучше, развить, но без всякой вот этой вот мишуры всей остальной, я уже кажусь каким-то, типа, злым, и так далее, серьезно. Ну, это одно из того, что я, наверное, вывел, почему это так идет. Вот. Моя задача, в первую очередь, действительно, ну, дать человеку то, зачем он пришел, то есть, он же неспроста приходит на какой-то урок, ему надо что-то изменить себе, что-то узнать новое, получить, я по факту и работаю, даю ему то, что, как бы он хочет в этом плане, и все, без всякой лишней, там, воды, мишуры. Ну, типа, я уроки веду достаточно, стараюсь все достаточно серьезно, конкретно и по делу. Все, человек пришел с проблемой, я как доктор, я ему дал лекарство, вылечил его, все, отправил домой, ну, типа, все на этом, а что еще нужно? Да, просто, ну, это уже в силу, наверное, каких-то комплексов самого человека, понимаешь? Ну, то есть, человек со здоровой психикой никогда не будет на это обращать внимания. А многие люди, у которых есть действительно какие-то психические проблемы, ему нужно не, чтобы ты ему объяснял, как бедром правильно работать, чтобы ты просто пожалел его по головке, погладил, сказал, что он самый лучший. Ну, таким, наверное, может быть, просто не ко мне. Вот. Ну, вы когда не общались, тоже у меня были ощущения, когда мы просто виделись на вечеринках, типа, может быть, он такой. Но как мы уже сколько уже, месяца два, наверное, как уже так познакомились и так далее, да. Я подтверждаю все эти слова. Просто, да, я, видишь, опять-таки, я тебе объясню. Я этим, видишь, и выделяю с тем, что я не говорю, что у других, ну, другие все такие, типа, реально позитивные, такие добрые. В целом, ну, ты сам понимаешь, люди все равно, у каждого есть свои какие-то там проблемы и так далее. Но просто я такой человек, ну, я всегда честный. Наверное, вот это где-то мне играет в минус. Да, я могу прийти в общество, на ту же вечеринку. Ну, допустим, я не буду специально одевать вот эту маску, улыбку и такой со всеми. Эй, 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 хотя внутри, типа, меня тошнит от вас всех. Ну, я не утверждаю, что там другие одевают эти маски. Ну, просто я говорю, если я там о чем-то задумаюсь, я могу просто так сесть, вот так смотреть в одну точку. А со стороны человека, он не видит на мне улыбки, ему кажется, что я какой-то злой, типа, понимаешь? Ну, это вообще никак не связано, что я злой, не злой. Просто я, как бы, в своих мыслях в данный момент, наверное, нахожусь и так далее. Какие еще там стереотипы про вот именно то, что злой, не злой? Вот именно вот это то, что боятся меня, вот именно, грубо говоря. А, второй очень важный такой момент. И тогда некоторые, допустим, тоже, почему-то некоторые танцоры думают, что ему надо дорасти до тренера, чтобы прийти к нему на занятия. Я иногда тоже такое слышу, человек, я так к тебе хочу прийти, но я еще там год-два похожу, поучусь и потом приду. Вот я тоже никогда не понимал вот этого. Ну, что, типа, я с лайтового начну, а потом, чтобы к тебе прийти, это надо что-то уметь, уже что-то знать. Вот это вообще бред полный. Я, знаешь, всегда такой пример интересный привожу, вот кто мне так говорит, у меня вот такая аналогия есть. Вот представь, ты заболел, допустим, вот у тебя что-то болит там и так далее, ты приходишь в больницу, и у тебя есть выбор, пойти к профессиональному врачу, вылечить это, или к интерну, который только закончил универ, и вот он, интерн, только вот практикует лечиться. Кому ты доверишь свое тело, профессионалу или интерну? Ты же не будешь говорить, вот можно я сначала у него полечусь, а потом мне надо дорасти, как-то там еще больше себе чего-то сломать, чтобы прийти к вам. Если не умру, я вернусь. Ну, типа, вот я это так вижу, это какой-то бред. То есть, либо ты, ну, типа, ты изначально приходишь к профессиональному преподавателю, который уже тебе с первых шагов показывает, как правильно, как там и так далее, там, правильную тебе философию рассказывает, там, по технике и так далее. Или ты там ходишь, тратишь свое время годами на какие-то группы, на какие-то бесполезные занятия условные, только потом ты приходишь, и один фиг, я тебе все равно буду, как заново это все, понимаешь, переучивать. Но тебе будет просто сложнее, потому что ты уже привыкнешь делать какие-то моменты, ну, не совсем правильно, допустим, а потом просто тебе сложнее будет. Ну, типа, как-то так, наверное. Так что не надо делить по каким-то уровням. Ты видишь, тебе нравится, приходи, все. А правильно я понял, что ты пока не планируешь группы, то есть, индивы тебе кайфово? Я планирую, я планирую. А, то есть? Вот, я с этого года планирую, ну, у меня, знаешь, не совсем стандартные прям группы будут. У меня есть вот сейчас задумки, один проект, вот уже я практически вот... Может, анонс делаешь? Ну, я больше хочу, знаешь, в виде каких-то таких интенсивов запускать, ну, таких регулярных, не так, что раз в месяц. Возможно, даже, наверное, каждую неделю, может быть, один день или два дня подряд, выходные, делать именно больше таких интенсивного формата, можно сказать, что группы набирать людей. И именно, знаешь, я хочу по конкретным тематикам. Вот, допустим, сегодня мы будем делать чисто, вот, допустим, какой-то мэн стайл, только парни, приходим, работаем над какими-то такими чисто нашими мужскими вещами. В какой-то момент какие-то парные вещи, даже, возможно, в какой-то момент я хочу какую-то, типа, женский интенсив провести, позвать только девчонок. И какие-то общие такие моменты, допустим, да, допустим, кому-то, может, финансово он не сможет прийти на Индиву, но хотя бы он придет на какую-то мини-группу, где будет 5-6 девчонок, и уже там я какую-то информацию все равно, как бы, не взял. Я больше хочу вот такого формата. Да, ну, регулярной группы, наверное, все-таки нет пока, не знаю. Вот уже как-то настолько отвык от этого всего, да. Вот эти вот наборы бесконечные, да, наборы, парням скидки там и так далее. Вообще, да, наверное, тоже вот одна из важных тем, лично для меня, вот касательно вот этих вот скидок, не скидок, но опять-таки сейчас преподы меня, наверное, поймут. Вот еще я заметил, возможно, одна из причин, почему вообще у меня парни даже часто не задерживаются раньше, когда я вел группу, потому что я скидок никогда не делал. Но в целом для меня было это несправедливо, типа, почему девочка должна, по сути, оплачивать твои там занятия. Тут, видишь, уже такой момент, я говорю, что на самом деле вот сейчас все от этого страдают. Ты что думаешь? Ну да, преподы же вынуждены это делать, потому что они понимают, без этих привлечений, скидок, там, бесплатных месяцов и так далее не будут приходить. Но с чего все-то пошло? Изначально просто уже сама система вот этих обучения социальных танцев внедрила это, и так получилось, что уже, видишь, просто надо из этой системы в какой-то момент всем разом выйти. И тогда просто, когда уже не будет этих лазеек, все будут платить и все будут довольны. Это так получилось, потому что, видишь, эта система образовалась, уже парни заочно знают, что вот, я могу, типа, не платить, я там буду ему там, он меня будет звать, я буду нос воротить, а он сейчас скидку по-любому не сделает, я приду, уже чуть ли не я увижу это так. Это даже вот, опять-таки, яркий пример был, даже с фестивалями, я не буду его называть, но был такой момент, когда вот был какой-то фестиваль, там, несколько лет назад, получается, мы там были как артисты, и мне вот организаторы говорят, блин, пацаны вообще не записываются. И так получилось, что буквально там за 2-3 дня на фестивале эти все пацаны, которые там не записывались, они такие, что там, партнеры есть у вас? Видишь, они уже знают, что у них есть деньги, там эти, господи, 20 тысяч деньги, 15 тысяч деньги за этот пац заплатить, господи, он в кафе намного больше оставит, понимаешь? Манипуляция. Но уже за счет того, что он знает, что есть вот такая система, есть лазейка, нахера мне даже эту десятку дают, если я могу бесплатно пойти, понимаешь? И уже они такие ждут, пару дней до феста, партнеров нет, сами организаторы узнают, блин, приходи, короче, партнеры нужны. Но я считаю, для меня это вообще унизительно, я не знаю, мне кажется, вот тебе же, ты же приводишь девушку в кафе, ты же там везде заплатишь за нее это, ты же показываешь, вот я мужик, там это, а тут на танце, ты, по сути, за тебя девчонки платят, понимаешь, ты в этом плане как Альфонс. Но я считаю, что пацанам надо задумываться в этот момент и не искать вот этой халявы, а оплачивать свои, тебе же нужно свои знания, труд преподавателя, уважать это, понимаешь? И в целом показывают, что ты мужик, ты можешь заплатить, для тебя нет проблемы. А вот я не уважаю тех, которые ищут вот эти вот скидки, или придут только если скидка принципиально, не потому что у тебя идея, потому что вот типа лазейка такая есть. Я это не одобряю, я никогда не буду делать. Всегда у всех должно быть одинаково, поровну. Очень хорошо, прямо. Все, да, последний вопрос, да? А, нет, ладно, я делаю скидки. Расскажи вот вообще, как с Элей у вас все это получилось, завертелось? Объясняю. Предысторию начала. История началась летом. У меня все какие-то истории начинаются летом, в августе, я заметил. Я пришел в танцы в августе, Эля ко мне пришла в августе у нас, да. Получается, в начале августа 2018 года начался наш путь. Это было так, у меня были занятия, были группы, очередной какой-то новый набор, на который пришла Эля, просто на новый набор. И она начала у меня просто заниматься, как и все, как в девчонке, в группе там и так далее. И, ну, я знаю, что так получилось, что, наверное, когда она только пришла ко мне сразу, я уже на нее внимание обратил. Хотя я не знаю, говорил это или нет, но так получилось, что я уже к ней, как на девушку, на нее внимание обратил. Ну, и в целом, как-то я так, ну, обратил внимание, обратил, ну, симпатично, хорошая девчонка, ну, и как-то так. А так со всеми наравне общался, что-то объяснял, там, первое, второе, третье занятие веду. И в целом уже как-то ты же приглядываешься к ученикам, примерно смотришь, руководки способов, кто талантлив, кто все. И в Эля я уже, в принципе, там уже со второго-третьего занятия, я видел, как она схватывает, как она там танцует, как она двигается. Я уже в ней большой потенциал увидел, в принципе, в танце. И я на нее именно уже в тот момент обратил внимание, в первую очередь, как на именно танцевальный проект, именно вот как на ученицу, с которой можно что-то сделать, вырастить ее и так далее. И так получилось, что вот она ходила на группы, на занятия, и я к ней все равно, так как в ней заметил вот этот талант, я к ней сам инициативу где-то проявлял, и после занятия я где-то ее там оставлял, там что-то мог еще объяснить, говорить вот это, вот это, вот это. Потом мы все равно тогда, у меня, наверное, вот единственный, кстати, был такой набор, в то время, когда вот Эля пришла, у меня на тот момент еще там несколько ребят занималась, с которыми мы как-то в целом как бы общение поймали, знаешь, общались, грубо говоря, нам было интересно, друзья, все такие молодые, плюс-минус мы были ровесники, и вот тогда я вот водил вот этот свой набор, там в кафе мы ходили после урока, вот так общались, короче, мы тогда еще с Анжаром хорошо общались, вот, Санжар нас там в свое кафе водил, как-то в горы даже мы ездили, у нас как бы такая компания была, в общем. И получается, что вот в течение, наверное, вот этого первого месяца мы все ближе и ближе становились, как бы и как парень с девушкой, как бы так интересовались друг другом, но и при этом еще меня очень сильно она как именно партнерша интересовала, как девчонка, из которой можно слепить что-то интересное. И в какой-то момент, по-моему, через месяц она мне, я помню, сказала, что у нее что-то не было возможности ходить на уроки, и я такой, блин, нет, я не должен ее, типа, выпускать, терять ни в коем случае. Я такой, ты что, ходи бесплатно, вообще пофиг, я буду там, типа, вообще no problem, типа, ходи, у тебя талант такой, я хочу, чтобы, типа, ну, все равно у меня на тот момент амбиции такие сильные были, каждый тренер хочет, чтобы к нему прям такие способные ходили, чтобы с кого-то что-то вырасти можно было. И получается, вот, мы себе так договорились, я ей сказал, все, ходи, она ходила на группу, потом уже мы, ну, наверное, буквально вот в конце этого месяца, вот сколько она ходила, мы с ней, в общем, у нас как-то завязались уже какие-то отношения, ну, там, я не буду, просто в целом как завязались отношения. И все, с этого момента уже начали вместе вот так вот, как бы, встречаться, и плюсом она посещала занятия общие, групповые, и параллельно с этим, так как мы уже сблизились, мы уже там отдельно встречались, я ее обучал и так далее. Ну, и, в общем, так сложилось, что у нее на тот момент была уже своя работа какая-то основная и так далее. Ну, в целом, я так с ней поговорил и предложил ей такой момент, что я могу тебе предложить вот такой путь, пройти со мной, типа, хочешь, я буду тебя обучать, сделаю с тебя своей партнершей, мы вместе будем дальше двигаться. Она согласилась, вот, и я ее, можно сказать, забрал полностью к себе вот так вот, на, 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 ну, как? В общем, ассоциация как пара уже стали, да, имеется в виду танцевальные? Ну, нет, не сразу, не сразу, мы, наверное, нет, ты что, мы первый, наверное, год практически, она была просто ученицей моей, ну, то есть, да, я в этот мир ее погружал, танцевальный танец, мы тренировались каждый день, я там на все вечеринки ее водил, но учил я всегда сам один, и буквально, наверное, со мной она меня начала ассистировать, через месяцев 7-8 она только начала мне ассистировать. На занятия? Да, просто молча, как партнершу я на ней показывал. И только спустя год, даже чуть больше года, уже потихоньку я ей первую какую-то ее группу открыл, ну, типа, Лиди Стайл и так далее. То есть, это не так сразу, типа, все, мы встречаемся, все, вот вам новое, типа. А где у вас первый фестиваль, где вы давали мастер-классы? А это было Атрау, в Атрау мы ездили. Вот. Это где-то недавно? Это было в 2020 году. Ну, капец давно. Ну, да. В 2020 году, с 2020 года, грубо говоря, мы начали вот с 2020 года уже в полноценную карьеру. Вот в 2018 она пришла, вот два года я ее обучал, в общем и целом, потихоньку там на группах, она мне помогалась, и потом уже, когда я увидел, что все, она готова, ну, то есть, и только тогда я уже, все, ты готова, поехали на фест вместе. То есть, для меня было важно именно, чтобы действительно я из нее сделал, как бы, чтобы она имела определенную базу знаний, не так, чтобы просто за счет того, что она моя там подружка, вот, учи людей, а при этом ничего не знает, понимаешь? Ну, то есть, это тоже не досмотришь, какие-то пары новые формируются, просто и там партнер, допустим, один танцующий, а второй просто за счет уже своего имени берет себе, грубо говоря, с улицы там партнершу, у которой ничего, ни б, ни м, и типа уже вместе они там ездят, там что-то, какие-то классы дают, ну, это смешно, понимаешь? Для меня было важно, чтобы мы были профессионалы, что люди платили профессионалам, а не просто там человек с улицы, понимаешь? Типа такого. Поэтому два года было упорного обучения, как в армии она там жила, можно сказать. Целыми днями танцы, с утра до вечера, у нее ничего, ни работы, ничего не было, все свободное время танцев посвящал. А части от этого она довольно быстро, видишь, выросла, потому что были только танцы, это как-то на вложение было, вот, ты тратишь сейчас свое время, все, но потом дальше это все будет покупаться. Вот, и в 2020 году мы на первый фестиваль, ну, это не всего лишь фестиваль, это было тогда, знаешь, таких профессионалов не было, как сейчас, тогда больше были как мастер-классы, когда в основном одну пару звали, вот нас одних позвали, мы почти дали класс там в городе, в студии. Типа, да, вот такая тема. Вот, и потом после этого уже начали ездить, там, потом в Бишкек съездили, в Астану ездили и так, и так далее. Очень крутая история вообще в целом, да? И Санж Гудивил, и Абель Гудивил, прям вообще жесть. Если вы хотите еще больше узнать про Абеля, пишите комментарии. Да, рассказали на самом деле очень мало, очень такую маленькую, сейчас еще много чего можно обсудить, но в целом я надеюсь, что в дальнейшем мы будем какие-то новые серии делать. Сейчас, сейчас, прай, третий, да, еще. Да, темы актуальные, будет здорово. Ну, это больше такой ознакомительный, наверное, был подкаст. Я сейчас сам как ведущий, да? Спасибо нашим гостям. Пару пожеланий, бача терресам, всем, всем, всем. Да не только бача терресам, в принципе, всем, кто увлекается танцем, любыми какими-то небыли. Ребята, в первую очередь я бы хотел сказать, что... А что я хотел сказать? Давай еще раз. Знаешь, я сейчас пытался на ходу что-то экспромтом выдать. Сейчас, дай я подумал лучше. Что можно пожелать начинающим танцорам? Берите уроки у меня. Вот. Это лучшее, что я могу пожелать. Приходите ко мне на занятия, ребят. Вот. Все, приходим. Ссылку на инстаграм, на все профили, абели оставим в комментариях. Всем большое спасибо. Третий сезон на этом мы начали. С крутых бача терресов. Дальше будем продолжать. Спасибо, ребят, большое за приглашение. Спасибо вам. Друг. Для меня, я, я, в первую очередь, понравилось. Вообще здорово. Крюц красавчик. Я звезда, я его так телеки. Какой? Какой? Крюц... Продолжение следует...